доброго времени суток уважаемые зрители здравствуйте гости канала друзья канал тв маэстро приветствует вас подписываемся на канал ставим лайкосики пишем комментарии на несколько минутах заскочила здесь мосовеловский вокзал сегодня занят очень сильно сейчас еду покупать себе компрессор варлюра мерлен единственное что осталось купить для цеха смотрим видос спасибо вам огромное за просмотры за лайки за комментарии где-то наеду тебе документы привозить точно куда едете куда я там приму 850 раз когда ты с ними разговаривал это был когда-то три месяца назад валь а что ты приворачиваешь что за мать приворачиваешь может их кеолки купить надо вот это алоэ отломить таблетки я куплю валя говорю зайдите к этому самый кино к деду у него на окне растет алоэ столетний два листа отмолить разрезали вдоль приложить у меня была такая же херня откусил кусок человека от руки и от зубов долго заживает не слушается приворачивают лео миколь она ни хрена не помогает йодинол полицмейстеры тут лютуют йодинол и их теологу куплю и бин мазь йодинол и их теолог не надо давайте тогда их теологу другую аптеку они как-то по-другому называются может я ошибся йодинол и не йодинол а вон там есть аптека куда я нахуй поперся савеловский вокзал друзья сегодня не имею возможности я выйти в прямой эфир сегодня я еду за компрессором уже из дома вечером наверно выйду сейчас еще раз переспрошу может быть не ошибаюсь валь прочитай еще муж я ошибся йодинол йодинол руку откусила ей вика за малька дрались вот вика неизвестно где валя с ним здесь есть аптека где-то зашел в другую аптеку йодинол нету вот какая-то жидкость оказывается анимаси капец вот они это не могут для себя купить я думал дорого здесь сказал вообще какие-то копейки два бинта и втёвая мазь 81 рубль нельзя купить это оказывается йодинол это жидкость анимаси 2 винтика это чтоб язык не чесался мажешь его отводки раздражения чтобы не было у тебя не бывает дим отводки раздражения у валя у валя это у валя у валя обычно отводки с ногами проблем раздвигаются отводки может быть только торможением позиция арабка да стойка борзого барана сразу понимается о чем алька маля где-то наебнулся причем на мусорку залез поехали с этим с рома юристом потащил у нас на белорусский вокзал белку полетели мы вовремя снились домой это начал сальто крутить залез на мусорку а там мусорка вот такая вот я думал он прыгать на решетку будет на этот забор хорошо хоть шею не свернулся на счет у себя трезвый попугай что ли сдох у кого-то или хомячок больше живности пока не было никого пора пара на крокодилову переходи кто занимается вот эту хуйню выставляет вот эти пеноблоки это мы их прозвали знаешь как банкетки банкетки я в рот того ебал эту банкетку а ты пизданулся через нее да это я ее сдвинул порвал ботинцы зацепился нахуй чуть не убился нахуй пьяным мокингом ну ты поаккуратнее е-мое ты же куда-то шел а то в следующий раз а я шел то я же говорю свистнул или крикнул а в следующий раз это может быть вокзал понимаешь на разваленных древнего храма храм тоже я развалил нет это было до вас в 14 веке а недавно мы хотели его спалить кого зачем холодно было прохладновато хотели бомж вокзал поставить а мы хотели бомж вокзал ты был когда я в кружки залазил спать? ну да пиздец я не могу перелезть эту лавку ебаную на карачках вот так вот грибу блять думаю как на нее нырнуть потом думаю да я ебал я нырну лучше в эту траву нахуй блять я не перелезу эту лавку ебаную ой алкоголик несовместимо смотрите аккуратно покрашена недавно надо ребят аккуратно я уже поздно а то недавно сейчас люди вымазались да уже измазались там люди уже поздно их недавно красили эти раньше ну вот перед дождем утро ну не как утром в 10 я жемкисточки выдавал сегодня как заложник 3 пропила одну отдал не так самое главное подходим да сидит здесь дворник где он где-то ж здесь на углу да 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 веник это метла стоит вот это вот баба яга короче вся эта вот его ну спорите а мы подходим садиться как воробьи на этот бордюр не я на параде села а ты хотела сразу я на пакет у меня же пакет здесь а он такой говорит на нас сразу предупреждает говорит смотрите ребята окрашено я то понимаю что окрашено я уже вон сдвинул один ногами я уже эти блоки боюсь я уже я уже выше бордюра никуда не сажусь высоты боюсь и не лезу да я уже высоты боюсь да ты че ой блять он ж ну не русский да 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 ну он даджей 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 там парень ну я молодец предупредил говорит смотри где окрашивают но нас уже заранее предупредили что тут все окрашивают мы уже шли и знали что тут все окрашивают я думал тут бы нас не окрасили а дождик был здесь час назад? был маленький в Лобнии я в Лобнии был сейчас как въебал там реки по асфальту текут а я здесь там три капли ну не три капли ну минут десять он прошел здесь он тут прошел как там в Лобнии да нормально я брелок отвозил подписчику нашему Саня а че сломалось вот это вот наше что надо было ехать дерево кому-то пилить? не сломалось ему в тот день короче я проспал а сейчас вчера и сегодня ему некогда я звонил ему дерево так и лежит да то есть мы еще не потеряли дерево надо его лобзиком короче пилить напильником пилкой для ногтей ниткой ниткой перетирать только не говори что задержан малек сама серьезность сегодня это пиздец какой-то да дорогой плечо ты говорил вчера так прыгал ему надо антибиотик спиртной на спиртовой основе да на спиртовой основе водочки выпейте оно отпустит реально не сломал не сломал не сломал он просто прыгнул НАПЛЯМ вывих ушиб блин я дергался неудачно приземлялся как обезьяна ну ты что творишь он такой ээээй ВДВ или что работать теперь Водка, водка, кричала вчера, водка, фонтаны, хорошо, что мы фонтаны не нашли, то мы там бы спали. Да не пьет он, он так же выпивает иногда. Ликвидирует спиртную лепейку. Раскнулись бы в этом уличном умывальнике. Блин, ну малек вчера выпарил, я сразу не понял, я думал, он запрыгивает на забор. Затрусь этой мусорке, бру, грукнуло. Вот такой говорит мне, когда мы пошли тут. Если захочешь, придешь. Я говорю, я здесь пока побуду. Там на шестом была. У Вали правая, у малька левая, да? У Вали правая, у малька левая. Если напротив друг друга станут, то это пар. Полтора работников. Не говорите. Ну что там, когда пирожки будем есть и жарить? Пирожки когда будем кушать? Ты говорила, хлеб. Упаковщик кондитерских изделий, ты говорила. Да, да, да. Еще это, это. Вареница есть уже. Не кондитерских, а хлебобулочных изделий. Не хлебобулочных. А разница есть? Заходил я сегодня в хлебобулочные изделия, соль выбрался. Мясо чуть-чуть приподняли. Мясо чуть-чуть приподняли. А, ты готов? Да, да, да. Решили пожарить. Сердце. Сердце? Ну что, пожарили? Не пожарили угли. Я полусырое. Я говорю, дайте сюда. Не надо его жарить. Где его сырое, будто бы есть. Нахуй, я ебал. А вчера киркиз задавал нас, да, угощал? Сегодня утром. Нет. Вчера киркиз. Киркиз. Нет. Женя это. А, бонтариня Женя. Нет. Мясо, которое вот он замариновал. Мы его так съели. Сырое ел. Да, да. Сырое ел. Так взяли и съели. Я думаю, прикиньте. Маринованное сырое вкусное. Да, оно такое вкусное. Он же же сам повар, да? Да, да, да. Шеф-повар или кто он в ресторане? Он, короче, замариновал и такой говорит, давайте через два-три часа встретимся. Я говорю, давай по кусочку попробуем так просто. Ну, стоит ли ждать этих два-три часа. Он открывает этот контейнер, я беру этот кусок мяса, закидываю, короче, в свою эту хлеборезку. Смотрю, проехал один, говорю, да еще. Он такой, нет, давай еще через два-три часа встретимся. Я пожарю шашлык-башлык. Ну, все, сделаем вкусно. Я говорю, да я его так буду есть. Не надо его жарить. И мы с Димоном... Ну, что это надо было? Ну, взорвали. Затрали. Блядь, это мясо надо. Сырое. А оно реально вот замаринованное. Да, да, да. Текилу пили? Текилу пили. Текилу две бутылки принес. А потом мартини еще. Мартини еще, да, да, да. Текилу, мартини. Вот это в ресторане. Данила. Он такой на меня смотрит. А, Данила. Ты кушать ходишь? Да. Я говорю, карман кушать. Я три дня не кушал. Давай сюда. Манты и пакет в бах, блядь, съели все. Вместе с пакетом собираемся. Я говорю, что... Если еще у тебя в карманы... Маслины? Да, с карманов подостаем, блядь. Манты. А, манты. А, он сам приготовил. Да, он. Такие здоровые, вкусные вообще. Вкусняцкие, обалденно. Ну, видно, что повар. Реально повар. И ты это... Манты. Манты, короче, Саня. Манты, вот зараза. Ну, нормальный человек в рот не засудит. Мы их глотали, как левуши, француз. Просто, блядь, глотали. Ах, блядь. С голодухи, блядь. Они реально вкусные. Он такой говорит, я может разогрею. Какой разогрею? Какой разогрею? Разогрею. Разогреются они там внутри. С богой. Да, да. Говорит, ты хоть прожуй. Говорит, что там жухать? Ну, там манты, я тебе говорю. Шляпа. Шляпа-сомбрера, блядь. Манты. Там манты, вот с моей ладошкой. Ну, как зонтики, ёпта. Ну, а что там жухать? Я и так его проглотаю. Ебать. Глотаю. Просто. Это как сегодня сердце жарится. Это реально же самое. Да, да, да. Это как сердце. Я говорю, Саня. А куда ходили жарить? Жарить. Куда ходили? Саня, это в 5 часов утра. На железке. Сидят раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть человек. Говорит, костёр. Едут электрички, гудят. Они жарят. Сигналят. Жарят. Каждая электричка. Сигналят наши. Я там весь куст оборвал, блядь. Пока эти шокурай сделаны. Не, Алёк. Последнюю парчу. Не, вот таким ножиком. Вот таким ножиком. Потому что на углях. На углях. Слышишь? Там такая дура, блядь. Я это урод ебал на углу. У меня мама караваи меньше пекла. Там, короче, ели разрезали. Короче, как-то так вот ту. Рвали это сердце просто, блядь. На куски. Смотрю, Валька с мыльком долбит это сердце. Алёка ещё с сырьём сидит, блядь. Солю присыпу. Сырьём куярит, блядь. А, да ты же печень ел. Да, печень. Нет, печень я ел, чё. Она нормально просит. Ну, я тебе говорю, мы пришли с мелких. А пришли уже утром. Светаи. Берегу спать сюда, Фашидор. Пойдой-ка указ. Иду ты знаешь. А там вылезли, короче, тушки, блядь. Просто на перроне на это. У меня не грузится. Я подхожу, я не могу ее заточить. Я думаю, Андрюха здоровее. Пойду я его возбужу. Мы четвертинку поросенка раз оттуда уперли. Да не уперли мы, не смогли бы. У меня майки не было запасной. Ушла бы оттуда четвертинка, все. Ушла бы разменяя моя и все. Я говорю, я подошел, попробовал, я не могу. А мне попы и ягу купил. А потом Андрюха разбудил, говорю. Андрюха, пошли. Говорю, делай здесь. Он у меня, говорит, 50 килограмм поднимешь. Мы сейчас делим его оттуда. Я говорю, подниму его оттуда. Я говорю, сейчас делай ты. Не заходим, а там уже попахнет, что-то поражет. А, деда. Да. Вас угощу. Ну, да. Ну, извини. Успомните свои слова, когда вы под Москвой шли. Я вам прыщареты дал. Просто прыщи, у меня своя водка была. А, когда Андрюха начал кричать, пошел вон. Да. Иди нахуй тебе. Я-то не била, я тогда трезвая была. Ну. У меня, говорит, и своя водка была. Ну, нет. Давай не будем по земляске рваться. Нет. Причем рваться? Просто так, отношение мне нахуй вон. Водка у меня с собой была. Вы спросили закурить, а он дал закурить. Я пришел, я говорю, я сейчас докуру и пойду. И пойду сам. Да. Мне свое было. Ну, он начал быть. Ну, бывает, ну, переблять, мало ли человека. Ну, так зачем? Сейчас. На нервяках. Хотя и мне тогда заебись было. Я ему. Чего я его сейчас буду хмелить? Ну, похмелином сейчас. Кому хуёво? Опустите ноги. В чем хуёво? Опустите ноги. В чем хуёво? Я даже голову опустила. Наверное. Да. Опустите ноги. Кому хуёво? Опустите ноги. Ну, я по-теловечески сказал. Кому хуёво? Опустите ноги. Я не сказал руки поднять. У меня даже шнурок опустился. Деляфиктова. Да. 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 Я говорю, нахуй мне этот рюкзак не нужен. Чего мне в нем носить? Сопли свои носить или мыли? Травы нарвать надо, блять, носить. А он говорит, смотри, блять. Все бомжи, все бездомстые носят рюкзаки. Дети что там дают? Погалишь, я тебя ждал. Нет. И только тихо я написал. Он только двенадцатого числа для нас. Двенадцатого числа для ее рождения. Двенадцатого, для ее рождения. У девок никогда не всех. Да? Слышь бурю. Диман, курил? Алкоголь? Ну, еще. Снимай. Дай, пока снимай. Своё, я не вижу. Присоединяй. Держи. Вот. Проговор. Ну, Алёка сказал, завязал. Нет, это антибиотик, антибиотик. Ну да. Все, 15 я там заказал. Ну, ребята заказывают номера, которых у меня нет. Ну да, там такие блатные, там 3 восьмерочки, там кулерочки. Ну, видишь, номер внизу, маленький. Я следующий заказал, чтобы чуть-чуть побольше был номерок. А у меня номер 0,27, Андрёх. У меня такой же брелок 0,27. А тебе что, номер 0,27 зачем? Ну, да, просто дал, да, его вряд ли кто закажет. Я сразу не могу, а она мне показывает с утра. А он мне, если бы не показал, сейчас, что там номер есть, я бы не понял, что там номер. Она мне с утра показывает, говорит, на, читай, что тут написано. Вырубил, больняк, ты можешь. А, я тебя не снимаю. А он тебя не снимает. Тебе нужно. Я с ребятами общаюсь. Ну, я отойду, отдай бутылку, я отойду. На, на, сиди, сиди, сиди. Опять, короче, вся братва больная. Мальку йод. Сетку хоть сделает на плече. Вчера прыгал с мусорки, решил сальто сделать. Где-то там навернулся. Непонятно где. Короче, или выбил, или еще там ушиб, вывих. Не поймешь. Так, ну, не буду я их больше снимать. Сейчас отдам йод. Там этот мужичок их похмеляет. Но он не хочет, чтобы я его снимал. Какой-то тоже белорус. Короче, пусть похмеляются, не буду мешать. Йод отдам. Сейчас пойду, посмотрю, кого-нибудь еще. Так, Валера оставил свой пост, блять. Пиво валяется. Его нету. Спасибо, друзья, за просмотр. Спасибо за лайкосики, за комментарии. Спасибо за донатики. Сегодня, не знаю, ну, может быть, вечером выйду в прямой эфир. Ненадолго послушаем музычку, поговорим о том, о сём. Не забываем про брелочки. Все, которые заказали, которые номера есть, я отправил. Вот, теперь ждем 15 номеров, которых заказали, которых у меня не было. Все, друзья, спасибо. До скорых встреч.